Не построим, так напечатаем. В муниципальном предприятии «Чистый город» продолжают изготавливать на 3D-принтере малые архитектурные формы. Одно из последних изделий – памятный знак для Печорского рыбокомбината. Он выполнен в форме рыбы на волнах и будет установлен в сфере бывшего предприятия летом этого года. Подробности в материале Александра Литковой. Тротуары из брусчатки, парковка, ограждения, скамейки, а также кустарники и деревья. Сквер у бывшего здания Печорского рыбокомбината был обустроен осенью прошлого года по инициативе ветеранов предприятия. Не хватало здесь только одного элемента – памятного знака. Его разработкой и занялась инициативная группа во главе с Лидией Гаврюшевой. Было много вариантов, предлагали пенсионеры, ветераны, которые работали много, но выбрали мы вот этот. Будет такой, как чаган, какие были раньше ванны, в которых мыли рыбу, и вот их на вцехах. И она большая, сёмгу решили. Не на эльму там какой-то, какой-то нам сделали эскиз, да кто ли щука, то ли чего-то. Но мы думали, как от них лучше будет сёмга. Постамент, напечатанный на 3D-принтере муниципального предприятия «Чистый город», практически готов. Осталось собрать конструкции и покрасить изделия. По просьбе ветеранов Печерского рыбокомбината мы напечатали рыбу, которая будет находиться на трёх волнах. Сейчас она столько-только напечатана, мы её заштукатурим, покрасим и соберём. Ну и, в принципе, она будет у нас готова. Работы по изготовлению малых архитектурных форм для благоустройства города не прекращаются даже несмотря на ремонт помещения. На потолке установлены дополнительные точки отопления – инфракрасные лампы. Благодаря им изделия из бетона быстрее сохнут, что позволяет ускорить печать архитектурных форм и элементов благоустройства. Каталог продукции, которую печатают на 3D-принтере, отправлен потенциальным покупателям в муниципалитеты округа. Первый такой заказ уже поступил. Юбилею села Великовисочное рабочие чистого города готовят вазоны. В данный момент мы печатаем вазон, который будет в форме моста, и печатаем мы его для Великовисочного. То есть он будет состоять у нас из трёх частей, из двух стенок, и посередине будет непосредственно та часть, в которую будут садиться цветы. Для печати используются различные смеси из бетона, цемента, гипса и песка. Управление устройством осуществляется через компьютер, в который загружаются данные, какую форму необходимо напечатать. Добавлю, 3D-принтер был приобретён год назад. За это время для благоустройства города были изготовлены десятки изделий.